Аспидистра – цветок, уход в домашних условиях. Аспидистра – многолетнее растение, родиной которого являются тропики Восточной Азии. В домашних условиях выращивается как декоративный лиственный куст, однако мало кому известно, что он способен цвести. Происходит это очень редко и быстро, буквально за одни сутки. Как выглядит аспидистра, что это за цветок? Аспидистра Аспидистра до 2009 года относилась к семейству лилейные, однако недавние исследования происхождения показали, что по характеристике куст правильнее причислить к семейству аспаргусовых. Аспидистра ценится за декоративность листовых пластин. О том, как выглядит аспидистра, можно узнать из описания куста. При этом листва растения, в зависимости от сорта, имеют разный окрас. Более того, бывают пестролистные разновидности растения, листья которых имеют определенные узоры разных цветов. Сам куст длиной в 70 сантиметров имеет ползучие корневища. У аспидистра практически нет стеблей, так как листья произрастают прямо у корней. Крупные мясистые листовые пластины имеют широкую мечевидную форму. Для справки, растение в 1822 году открыло и дал ему название ученый-ботаник Джин Галер. Распространенные сорта самыми востребованными сортами и видами аспидистра в российских широтах являются аспидистра мелкивая. Имеет необычную расцветку листовых пластин, мелкие белые пятна на темно-зеленой поверхности листьев. Аспидистра тинуата. Пестролистный куст с розово-зеленой окраской цветков. Аспидистра высокая лейлотер. Самая популярная разновидность со стоячими листьями сплошного темно-зеленого оттенка. Внешним видом куст похож на ландыш. За растением легко ухаживать в домашних условиях аспидистра уход в домашних условиях. Цветок культивируется в домашних условиях вот уже на протяжении двух столетий. Все цветоводы знают, что уход за аспидистрами легок не занимает много времени. Если своевременно выполнять все необходимые действия, можно каждый сезон воочию наблюдать, что аспидистра способна зацветать крайне необычными цветами. Температура в активный период хорошо растет и при низких температурах до 15 градусов. Однако резких скачков и понижения температурного режима ниже 10 градусов допускать нельзя. В целом это комнатное растение неплохо приживается в условиях обычной квартиры. Освещение растения не особо придирчиво к освещению. В комнатных условиях может спокойно произрастать и при скудном свете. Важно! Аспидистра с пестрой листвой нуждается в хорошем освещении, чтобы сохранить свои узоры на листве. Полив аспидистра – цветок, который не любит переувлажненный грунт. Достаточно поливать почву, когда ее поверхность пересохнет. В весенне-летний период полив проводится 2-3 раза в неделю, в осенне-зимне – 1 раз в 7 дней. Чтобы предотвратить застой влаги в грунте и корнях, нужно заранее позаботиться о дренаже. Если не такой возможности, то рекомендуется аккуратно рыхлить грунт хотя бы раз в месяц. Опрыскивание Опрыскивание необходимому в летний период или когда в умещении температура поднимается выше 20 градусов. Также процедура поможет избавить крупные листы аспидистры от скопившейся грязи и пыли. Влажность для мясистых декоративных листьев растения очень важна влажность в умещении. Ее показатели должны превышать 60%, иначе листва начнет увядать и терять свою яркость. Опрыскивание поддом с водой помогут справиться с проблемой сухости в умещении, где растет цветок. Если позволяют средства, можно приобрести специальные увлажнители воздуха. Грунт растения аспидистра может нормально произрастать и в обычном грунте, что набран садового участка. Но лучше всего высаживать его в специальный субстрат из дерновой земли, компоста, перегноя и речного песка. Подкормки для нормального развития куста достаточно 3-4 подкормок за сезон. Первую проводят весной органикой или минеральными удобрениями. Второй раз цветок подкармливают летом до цветения. Еще один раз внести удобрения можно в конце лета. Последняя процедура проводится до ухода на покой. Обратите внимание, для набора листва идеально подойдут азот, содержащие удобрения. Особенность ухода зимой – период покоя. В зимнем уходе происходят небольшие изменения, так как в это время растения уходят на покой. В этот период температуру плавно понижают до 15 градусов. Поливы тоже постепенно сокращают до одной процедуры в неделю. Подкормки прекращают совсем, чтобы дать цветку отдохнуть, набраться сил и зацвести на следующий сезон. Цветение аспидистра – когда и как цветет. О том, как цветет аспидистра знают немногие, так как цветок редко радует владельцев этим событием. Цветки находятся на корнях, растения распускаются всего лишь на один день. Бутоны имеют форму небольших звезд и колокольчиков мрачного красно-лилового оттенка. Как правило, владельцы отмечают еще одну уникальную способность растения под именем аспидистра. Цветение может наступить в любое время – ранней, весной, летом и даже зимой. Как размножается аспидистра? Дома аспидистру размножают с помощью деления куста. Это очень быстрый и легкий способ с высокой вероятностью приживаемости растения. Размножение проводят по следующему алгоритму. Весной из емкости извлекают здоровый куст и делят его на несколько одинаковых частей вместе с корневищем. Каждая деленка должна содержать около пяти листьев. Затем все части отделенного куста пересаживают по отдельным горшкам. Тщательно поливают и ставят на освещенное место. Пересадка может ослабить куст. Пересадка. Пересаживать куст часто не рекомендуют, так как он имеет очень хрупкую корневую систему. Делается один раз каждые 3-4 года. Показанием к пересадке также является сильное поражение и вредителями или серьезное заболевание. Пересадку проводят ранее весной в более крупный горшок. Дно емкости застилают дренажным материалом, затем на треть заполняют субстратом. Куст располагают поверх и засыпают оставшейся почво смесью. Главное не оставить пустоты, хорошенько утрамбовать землю. Болезни и вредители. Чаще всего аспидистра заболевает инфекционным хлорозом и корневой гнилью. При хлорозе начинают желтеть листья. Гниль появляется из-за переохлаждения куста и чрезмерного полива. Корни цветка начинают гнить и отмирать. Куст теряет свою красоту. Его рост останавливается. Внимание! Если запустить болезнь, аспидистру спасти уже не удастся. Из вредителей куст поражает паутинный клич, который питается сочными листовыми пластинами и плетет тонкую паутину. Для борьбы с этим паразитом используют акарициды. Аспидистра раньше олицетворяла роскошь буржуазного общества. Необычно цветущие растения аспидистра может похвастаться многолетней. Истории уход за цветком в домашних условиях достаточно прост. С ним справятся даже начинающие любители комнатных растений. Раньше его выращивали только в богатых домах, оно олицетворяло достаток. Растений до сих пор не теряет своей популярности. Зелень аспидистра часто используют во флористике при оформлении букетов, ведь цветок ценится прежде всего за красоту листьев. Продолжение следует...